Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Да, скамейки немножко не такие, как обычно, но причина тому, что наша молодежь, наши дети и внуки, они где-то там вместе, там, где собрались они, съехались, и они окружают одно, только одно имя. Это имя Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Мы будем молиться за них, потому что наше сердце за них болит. Мы за них переживаем, мы хочем, чтобы они продолжили, взяли эту эстафету, этот факел веры и несли дальше, как несли наши деды, наши родители, мы, а теперь они. На них плечи выпало непростое время, время смутное. Дьявол, враг, как всегда, никогда не берет малейшей передышки, бодрствует над тем, чтобы украсть, убить и погубить, и особенно там, где есть, что украсть. И Он хочет, чтобы наши, наши молодые души, дорогие нашим сердцам, чтобы Христос им не открылся, чтобы они прошли мимо Него в своей жизни, гнались за бизнесом, за успехом, но наши молитвы, они не бесследны. И Господь будет творить по нашим молитвам. Аминь! Господь будет отвечать на наши молитвы, и наше наследие будет принадлежать Господу также. Слава Ему! Мне очень нравятся и меня очень настораживают слова, которые тут высвечены во время, когда ничего не нужно другое высвечивать. Это слова апостола Петра, говорящий, говори, как Слово Божие. Это слово действительно настораживает. И я, находясь перед вами, то Слово, которое Господь положил на мое сердце, хочу его принести, как от Иисуса Христа в наши сердца. И я, выходя сюда, говорю, Господи Христос, иди впереди. И говори ты. И пусть так будет. Пусть всегда будет так с нашими проповедниками. И мы знаем, что Слово Божие, которое льется с кафедры, оно живо и действенно, потому что оно читается. Это из Библии, из Евангелии. И такое же настораживающее слово я вспоминаю, которое касается нас, братьев-проповедников. Хочу, чтобы все говорили одно. Кажется, как можно говорить всем одно? Оно действительно так и есть. Вот мы, которые с утра приходили в собрание, сидели, слушали внимательно Слово Божие, когда первым говорил Роберт, это такое важное слово, как нам научиться любить друг друга. Что Бог есть любовь, и Свою любовь Он передает нам и учит нас быть тоже такими же любящими. Это важное слово. Мне кажется, это самое важное слово. Когда потом говорил брат Миша, он и Слово Божие приводил нам места, как нам нужно научиться слышать голос Господень. Это важное слово. Это очень важное слово, потому что как далеко мы зайдем и пойдем мы по истинному пути, если мы не будем слушать и способны слышать Слово Господне. Когда сейчас говорил брат Олег, и он читает Слово Божие и говорит, как нужно поступать, что нужно для того, чтобы спастись. Это важное слово. Это очень важное слово. И моя тема будет, и да поможет в этом Господь эту тему высветлить, это берегите свой дух. И поэтому, действительно, что бы ни говорилось с этой кафедры, когда открывается Слово Божие, это одно. Чтобы укрепить нас вере, чтобы ободрить нас в немощах наших, чтобы Слово Божие, как светильник, осветило наш путь, и чтобы мы вошли в город небесный воротами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Как дивен наш Господь! Знаете, когда я сказал, говорите одно, я вспомнил, как мои дети росли. У меня все сыновья, и вот они всегда у меня сидели, я с ними на передней скамейке, когда они еще такие были, знаете, маленькие, одинаковые, и крутятся, скучают. Я говорю, слушай внимательно, я потом спрошу. Ну, едем мы домой, я говорю, к одному, что говорил проповедник? Про Иисуса! Говорю, второму, что говорил проповедник? Про Иисуса! Кажется, такое маленькое лукавство, и такой маленький, ну, срезают пучи, спрашивают свой ответ. Но они были по-детски правы. Что и о чем, и о ком мы здесь говорим? Про Иисуса! Потому что, как и Олег говорил передо мною, и брат, который тоже проповедовал, говорил Слово Божие о том, что действительно нам нужно искать Господа, приближаться к Нему. И кто есть дверь? Овцам. И через какие двери можно только войти? Тот, кто хочет войти, где Индия, тот вор, разбойник, он просто не войдет. Был человек, который не в брачных одеждах попытался войти. И он вошел, он находился среди тех, которые уже на Перу. Потом находит его господин Пира, который раздавал эти брачные одежды. Говорит, друг, как ты попал сюда? Он же молчал. А причина? А беда для него? А проблема его была та, что он попытался войти в Царство Небесное добрыми делами, добродетелями, аскетизмом своим. И он приблизился к Царству Небесному. Но было сказано, свяжите его и выбросьте его вон. Там будет плач и скрежет зубов. Да поможет нам в этом Господь. Дорогие друзья, я открываю Слово Божие. Это Откровение. Первая глава, девятый, десятый стих. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Потмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам. Дорогие друзья, Иоанн был в Духе в день воскресный. Я еще такую хочу сделать оговорочку. И действительно, как радует сердце, что мы ходим в истине, что Господь нам открылся в истине. Вот говоря, в день воскресный, я себе так думаю, как хорошо, что Господь освободил нас от всяких вещественных начал, когда смотришь на этих людей, которые до сих пор топают, они соблюдают что-то, они себе возлагают бремя на спину свою, которого на них никто не возлагал. И мне один человек, так, он мне помогал ремонтировать компьютер. И вы поняли, о ком я говорю. Это люди, которые все еще пытаются где-то там наверстать из того, когда никто не мог исполнить закон. И говорит, вот я слышал, в другой церкви уже отменили ходить, разрешили ехать машиной. Думаю, и в нас скоро разрешат. Я думаю, бедный ты человек. Чем вы стараетесь угодить Господу? Чего он не поручал? И опять, как счастливы мы, что нам Господь, Он сказал, что истинные поклонники будете поклоняться в духе и в истине. Да, конечно, мы не можем в духе сказать, иди грейся, и питайся. Оно все на своем месте. Мы должны физически помочь ближнему своему, когда он в беде. Но как хорошо, что Христос освободил нас от этих вещественных начал, которые не могли привести к Богу в прошлом. Аллилуйя! И вот Иоанн был в духе, в день воскресный. Я хочу обратить наше внимание, этот человек, сосланный за Слово Божие на этот безлюдный остров, он так хранил себя, он так ходил перед Богом. Еще в юности его голова лежала там на груди его учителя, и другие ученики, его товарищи говорили, спроси его, то спроси его другое, ты ближе всех к Иисусу. И вот он был сослан на остров, и он находится в духе. Как он находился в духе? Дело в том, что он всегда был близко к Богу. Дело в том, что он всегда его искал. Он всегда давал предпочтение главному искать Господа, и Господь уподобил, удостоил его написать эту великую книгу откровения. И был в духе, я понимаю так, это двое, то есть во всех отношениях он был духовным человеком, он был близок к Господу, но потом он вышел из себя, чтобы видеть эти великие тайны, видеть эти очи не сияющие, как Холливан Господний. И он это все мог выдержать, потому что он был в духе. Но я сейчас, продолжая эту тему, развивая ее, чтобы нам быть в духе тоже, чтобы нам хранить свой дух, я хочу привести примеры, как люди, знаете, есть слова синонимы, то есть хороший это добрый, красивый это привлекательный, но есть слова антонимы, недобрый это злой, и так дальше. Великий это маленький и тому подобное. То я хочу сейчас сначала провести такую параллель, говорить о людях, сказать примеры, какие говорят о том, куда человек был не в духе и чему нам не должно уподобляться и следовать. Итак, откроем, посвятите, пожалуйста, там, братья, Слово Божие Малахия, 2 глава, 10-11 стих. Малахия, 2 глава, 10-11 стих. Итак, читаем. Не один ли у всех вас Отец? Не один ли Бог сотворил вас? Почему же вы, мы, вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога? Я, когда еще, мы откроем потом 15-й и 16-й стих, мы в двух местах, в двух этих стихах прочитаем, берегите дух ваш, а также за духом наблюдайте вашим. Но это мы откроем чуть позже. А сейчас я хочу прочитать это же слово, которое написано в Украинской Библии. «Чи не один у всех вас Батько, чи не той же самый Бог створил нас? Чому ж ми ламаємо віру один одному, а тим ламаємо завід батьків наших? Віроломність, коїч Юда, та й Гедота діється в Ізраїлі та в Єрусалимі, бо зневажив Юда святиню Господню, яку він любив, а взяв собі за жінку дочку чужого Бога». Здесь говорится о том, що Ізраїль поступав вероломно друг к другу, а також вероломно к Богу, то есть вони приобрели себе ідолов. Но коли я готовився к этой проповіді і відкрив Украинську Библию, відкрив Англійську Библию, мене дуже сильно привлекло це вираження в Украинській Библиі, яке я ще раз повторю, «Чому ж ми ламаємо віру один одному, а тим ламаємо і завід батьків наших? Як можна сломить, ламати веру один другому? А вот как? Це соблазнить своєго ближнєму. Здесь я так нехорошо вижу, но я знаю, где эта сестричка сидит, которая мне рассказывала когда-то, эта пожилая сестричка рассказывала, как у них в церкві, там в Сибирі, в России, і це було давно-давно, в 70-х или 80-х, «как один брат исповедовався другому, і тот разгласив його тайны, і більше тот, брат, не прийшов в собрання». Як це жутко, як це страшно. Кажеться, що тебе потянуло за язик? Неужели такий любопытний, щоб разгласити це дальше? І лише як може, як може человек-христианин, вышедший з собрання, коли начинається трудовая неделя, поступати так, що він служить не примером, а наоборот, отталкиваючим, отталкиваючим действием на своєго ближнєго. Це так страшно. Коли чоловік не хранить свій дух, коли він не подвіцет, коли він впускає своє серце ідолів, коли він поступає вероломно к ближнєму своєму. Где ще чоловік може не хранить свій дух? Це в своєй сем'є. Я прошу там, братья, на пульту откройте эта же книга Малахія, 2-я глава, 15-й і 16-й стих. Но я уже не буду то, що ви видите там, я не буду читати по-русски. Вы только там увидите, как в 15-м стихі говориться «берегите дух ваш», в 16-м стихі говориться «наблюдайте за духом вашим», а це же місто этих два стиха я прочитаю і по-українськи, і по-английськи. І для нас откроється что-то очень такое, знаете, свеже с этими двумя переводами. Ви следите за тем, що ви видите там написано, да, в англійській вже є написано, можливо, мій англійський, я тут буду иметь, буде немножко по-другому. І так читаю сначала на українському языке. Хіба Бог не створив їх одним, он в корне буде відвідувати переводом того, хіба Бог не створив їх одним, в тілі та в дусі вони одне. І чому одне? Тому, що Господь бажає побожних нащадків. А там упоминається о потомстві, да? Тому пильнуйте свого духа і не ламайте вірності дружині юнацтва свого. Бо я ненавиджу розлучення, говорить Господь, Бог Ізраїлів. І так само й того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому бережіть серце ваше і не зраджуйте. Конечно, Слово Божие в любом переводе, оно звучит, Господь заботиться над тем, щоб смысл був тот же, но ви видите, под яким углом открывається здесь этот перевод на українському языке. Здесь говориться обісьмені, здесь говориться о разводі, і і здесь говориться о том, щоб рождати дітей і воспитувати їх христианському духі. Читаю на англійськом языке. І я буду тут же переводить на русський, каждое предложення. І йет, нет, я выше, я вже, you were united to your wife by the Lord. Богом ви були соедині в одно, ви і ваша жена. In God's wise plan, when you married, the two of you became one person in his sight. В Божьем премудром плане, когда вы поженились, двое из вас стали одной of your passions. Поэтому берегите дух свой, то есть сердце свое. Keep faith with the wife of your youth. Храни свою верность жене своей юности. For the Lord, the God of Israel, says, he hates divorce and cruel men. Потому что Господь Бог Израиля говорит, он ненавидит развод и жестоковыйных людей. Therefore, control your passions. Let there be no divorcing of your wives. Поэтому контролируйте свой дух. держите под контролем свой дух, свое сердце. Да не будет развода с вашими женами. И остается освящено то, что мы видим на русском языке. Итак, мы выслушали это слово, видим до сих пор на русском, на одном английском переводе, на украинском и в другом английском переводе. Дорогие друзья, как можно не хранить свой дух, как я сказал, это слово антоним, потому что Иоанн на острове, он был в духе, он был в духе дважды, как всегда с Господом, так и вышел из духа, и Господь показал ему великие тайны. А как христианин, ходя каждый день своей жизни, вращаясь в своей семье, может не хранить свой дух? Это очень просто. Не нужно развода, еще не дошло до развода, но человек, муж, он может грубить своей жене, он может быть нетерпеливой к своим детям, он может погрязнуть в суету настолько, что он уже не помнит о своей семье, и только то и делает, что зарабатывает деньги, и в частых случаях он их зарабатывает, чтобы оплатить то, что ему не нужно было. Такой дорогой дом, такие дорогие машины, которые он взял новые с дилера, и он ложит это, это все ложится бременем на его шею, и так день за днем, и так месяц за месяцем, год за годом, и человек начинает теряться, он не хранит свой дух. И, конечно же, развод. Я нахожусь в молитвенном служении, уже будет этим летом, в августе шесть лет. В тринадцатом году началось это молитвенное служение на радио, которое мы имеем на сегодняшний день, радиосвет. Я записываю эти нужды, они у меня хранятся, да и так я помню, что вращается, какие нужды вращаются в нашем христианском комьюнити. Которые звонят, кто-то пишет там на чате. И сколько есть звонков, которые вы слышите. То, что написано, может, вы не все видите, читаете, я это читаю. Помолитесь, потому что близится к разводу. Помолитесь, потому что развелись. Помолитесь, потому что нет мира в семье. Помолитесь, потому что потеряли любовь друг к другу. Помолитесь, потому что муж тиранизирует свою семью. Вся семья от него страдает. Что произошло? Человек, он не бодрствовал. Он не берег свой дух. Он растерял эти ценности. Да, поможет нам в этом Господь, чтобы этого не было. Но будет наоборот, чтобы та любовь, которую Господь дал нам, дал нам, когда мы встретили друг друга, может быть, это не касается никого из нас, сидящего здесь. Но если мы сидим здесь, и нас это не касается, то мы, значит, сильны в вере. Значит, мы идем Господним путем. И, как написано, у этого же Иоанна говорит, если мы ходим во свете Его, то мы имеем дерзновение к Нему, и все, что не попросим, Он даст нам, аминь. Будем просить за такие семьи, за такие домы, за такие души. А еще я люблю молиться так. Господи, благословите души, те бессмертные души, за которые сегодня никто не молится. И скажите мне, друзья мои, таких мало? Таких, наверное, больше, чем половина здесь, на планете Земля. Таких бессмертных душ, за которых сегодня никто не молится. И когда мы будем молиться так, то эта молитва автоматически будет на них распространяться и осенять их божественным ореолом. Мы верим этому. Будем молиться о таких душах. Итак, я продолжаю. Дорогие друзья, мы обратимся в Ветхий Завет. И когда сейчас мы говорили о том, что как и братья относятся друг к другу и сестры, когда мы общаемся друг с другом, как человек должен вести себя в семье, или, вернее, не вести, чтобы хранить свой дух, то когда мы обратимся к этому примеру, это уже в Ветхом Завете, это первая книга царств, вы тоже можете высветить. Первая книга царств, глава 15 и 9 стих. И посмотрим опять, как человек, которому дано было от Духа Божия, он это все растерял. Он не берег. И посмотрим причины. Хорошо. Как хорошо, когда высвечивается. Как я люблю всегда смотреть туда и следить за Словом Божиим. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Саулу такое, к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. Как страшно, да? Отвратился от меня, и слово моего не исполнил. Итак, осветите теперь в этой же главе, в 15-й, 22-й стих, 20-й вернее, 20-й стих. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалики, с кого и Амалика истребил. Народ же из добычи, и завесивало, взял лучшее заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Галгале. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туковнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господне и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И там дальше я уже не буду это читать. Почти меня перед народом, говорит Саул. Вот еще ему захотелось чего. Но уже в 16 главе, в 16 главе, пожалуйста, тоже осветите, это 13 стих и 14. Первая царствь, 16 глава, 13 стих и 14. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господен на Давиде. С того дня и после Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господен и возмущал его злой дух от Господа». И здесь уже мы касаемся духовных вещей. Когда мы вначале говорили о том отношениях, как я уже опять повторяю, между братьями, сестрами в церкви, везде, где мы общаемся, в семье, то здесь уже отношения между человеком и Господом. Когда Господь сказал и сказал ясно через пророка Самуила «Истреби, ничего пусть рука твоя не возьмет из заклятого», то он не послушался. Потом оправдывается, говорит «Народ меня понудил». Но Господь уже принял о нем решение. И вот смотрите, что происходит. Этого отрока избирает Господь, помазает его из рога и Дух Святой почивает на нем. Идет время, мы наблюдаем, мы читаем, из этой кафедры часто слышим о грехах Давида. Но Господь говорит, что это муж по сердцу моему. Но потом этот слепец Вартимей кричит «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Вот это слово «Давид» и потом уже братья говорили, апостолы, гроб которого среди нас и до ныне. Почему так полюбился Господу этот человек, который не был совершенным? Почему? Потому что он любил Господа и Его завет. он старался Его исполнять и никогда, никогда не услышаться Господа, чего нельзя было сказать о Сауле. И вот результат. Снова читаю. «И почил Дух Господен на Давиде, а от Саула отступил Дух Господен и возмущал его злой Дух». Злой Дух. Хотя и от Господа, но злой Дух. Господь просто попускал, разрешал злому Духу будоражить Саула, который потерял то, что ему Господь дал. Дорогие друзья, какая большая ответственность лежит на нас. Мое слово, оно действительно строгое, обличительное. Слово от Господа, которое я читаю эти места, оно нас обязывает. Потому что если Господь нам дал, Саулу дал, Давиду дал, и нам Господь дал. Смотрите, читаю, читаю к Ефесянам. К Ефесянам тоже. Осветите, пожалуйста, 4 глава, 30 стих, 31, 32. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым запечатлены в день искупления, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие друзья, как это страшно, когда мы получили Духа Святого, и мы Его можем оскорблять. Чем мы можем оскорблять Духа Святого? Когда мы не храним свой Дух, когда мы можем кричать, гневаться, раздражаться, злоречия со всякой злобою не удалены, но они приходят к нам, да не будет этого, друзья. Но будем друг к другу добры, сострадательны, будем прощать друг друга, как Бог во Христе просил нас. Где взять силы для этого? Да, слово это, оно такое нас обязывающее. Опять смотрите, что прочитаю, как Господь от нас ожидает, как Он практически требует от нас. Смотрите, чего. Осветите это место. Это Римлянам, глава 8, 9 стих. Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Дорогие друзья, как действительно это страшно. Если Дух Божий не живет в нас, то мы и не Божии, мы и не Его. А какой Дух Божий? Это то, что мы только что прочитали. Быть добрыми, сострадательными, прощать друг друга, как Христос простил нас. О чем мы утром слышали в первой проповеди, о той любви, которую Христос учит нас. Всякий, рожденный от Бога, должен любить ближнего своего, потому что Бог есть любовь. Где же взять силы для этого, друзья? А вот где. Смотрите, какие сильные слова, какие они теплые, какие они обещающие. Это Господень подарок для нас, это Его обетование для нас. В этой же главе опускаемся ниже и читаем с 23 стиха, это же 8 глава к римлянам и до конца главы. Это мои самые любимые практически слова в Евангелии. Я их читаю, я говорю Аллилуйя. Итак, слушаем. 22 стих. И вот знаем, что всякая тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, вы видите, начаток Духа, то есть Духа Божия, Духа Святого, Который дает нам эту силу. И мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления от тела нашего. И часто, дорогие друзья, Господь выбивает у нас из-под ног эту почву, это все земное, этот земной успех, чтобы мы не укоренялись, чтобы нам было здесь на земле немножко неуютно, чтобы мы с той тварью до сих пор братья решают, что за тварь, что имел в виду автор, неизвестно, но это не так важно. Вот это наша плоть, но мы, то есть Дух наш, мы стинаем и мучаемся, потому что мы хотим в небо. Вот как хорошо, что мы хотим в небо. Кто-то так сказал, если кто-то на земле живя не хочет в небо, пусть не рассчитывает туда попасть совсем. Я с этим согласен. И вот читаем дальше, эти сокровища, эти обетования Господни. 24 стихи ниже. Ибо мы спасены в надежде, надеждой же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вы видите, какие тайны открываются? Мы научились верить в то, чего не видим. И когда мы не видим, но надеемся, то это уже даже не вера, а знание. Мы не видели Бога очами земными, но мы в Него верим, и пусть нам кто-то докажет, Бога нету. Мы скажем, один так сказал брат-американец, ему сказали, где же твой Бог, Его нету. Говорит, Он есть, Он есть. Я сегодня утром с Ним беседовал. И мне так тепло на сердце стало, думаю, Господи, точно так все мы. Ну пусть нам кто-то докажет, что Его нет, когда мы с Ним беседуем, Он слышит нас. Мы слышим Его голос. Аллилуйя. А когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, что мы делаем? Мы открываем уста и молимся Духом Святым. Иными наречиями эти тайны доносятся к небу. Аллилуйя. Как это чудно. Что может быть выше? Что может быть драгоценнее, чем то, что мы получили от Господа? Лишь только Его хранить. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. Правда же? Мы так понимаем и верим. Все. Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходат, братствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, буду продолжать читать, остался один стих, но я вспоминаю о одном из диаконов, поставленных в этой только родившейся церкви Стефане. И кажется, избрали пещийся столах, такое земное, такое человеческое, заботиться о пище. Но избрали каких братьев? Исполненных Духа Святого и веры. И вот, заботясь о пище, они тем временем проповедовали о Господе. Тем временем говорили, что Христос есть Господь. И вот Стефан удостоился вот такой мученической смерти. И смотрите, преклонив колени, потому что он был в Духе, он увидел Сына Божьего, восклицая, вот я вижу Сына Божия, стоящего одесную Отца. Они скрежещут зубами. Представьте, сколько нужно ненависти, чтобы скрежетать зубами. Побивают камнями, кажется, будь ты сто раз, фарисей, и вот такие большие надписи у тебя на везде, тут, тут, на краях рис. Но взять камень и бросить в висок человеку, чтобы он умер, это нужно иметь большое сердце. Но я не о них, я об Стефане. Он был в Духе, он видел Сына Божьего. Аллилуйя. И какая была ему молитва? Отче, прости их, ибо они знают, что делают. Вот что делает Дух Святой. И вот последний стих этой прекрасной главы. «Ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе и Иисусе, Господе нашим». И вот, друзья, заканчивая свою проповедь, я хочу вас спросить. Когда я всех нас озадачивал говорить, как нужно вести себя вот между братьями, в семье, как нужно слушать Господа, как нужно иметь Дух Христов, Дух Божий, это легко? Это нелегко, правда же? Нелегко. Но читая вот эту, вот запомните, или вы знаете, это Римлянам, восьмая глава, с 23 стиха и ниже. Читайте каждый день этих полглавы, и мы будем иметь силу от Господа. Потому что здесь обетование о Духе Святом, о Сыне Божьем, Который печется о нас, и вот это слово, как с Ним, то есть со Своим именем драгоценным Христос, не дарует нам что? И всего. Аллилуйя. Там есть какое-то исключение? Все дарует. Аллилуйя. Поэтому, друзья, молясь, мы верим Господу нашей семьи, наши сердца, чтобы мы хранили Дух Свой, и мы увидим Господа, как Иоанн увидел Господа, чтобы молодежь, она познала Господа, как своего личного спасителя, чтобы не было разводов, чтобы не терялась-то любовь, которая соединила две души в одно, и родились дети, и чтобы, когда эти дети родились, они воспитывались в духе христианском, чтобы родители были примером, вот об этом будем молиться.